Социальная инженерия, формат анонс и идейная поддержка. Ты все знаешь? Как вы думаете, у меня есть проект? Регион проект, значит, проект. У меня сегодня стояла задача как раз придумать проект. Ну, я в последнее время практикуюсь именно так. То есть уже несколько раз на клубе встречаются... Подсаживайтесь поближе. И уже здесь и сейчас, в этой атмосфере, я оттачиваю какие-то грани, да, и придумываю уже какие-то более-менее реалистичные проекты. И сегодня я хочу рассказать о некоторой деловой игре. Игра. Смотрите, у нас есть такой формат отношений, когда есть главный и подчиненные. И часто этот формат у нас уже так достает, что очень многие люди говорят немножко свободы, счастья, мира, любви, братства. И поэтому я предлагаю людям просто дать возможность отдохнуть, пообщаться вообще на других принципах. И на принципах, на тех принципах, которые, в принципе, заложены в нас. Пенсациональная инженерия – это супернанотехнологии. Что такое нанотехнология? Мы смотрим, как мы устроены. Вот каждая клетка из нас устроена. Там есть главные и четкое распределение обязанностей. Но у нас есть нейроны. Каждый нейрон может выстраивать связи с кем угодно. И это количество, оно не ограничено. Сколько сможешь выстроить, столько и выстраивай. И там немножко другие правила. Нет ни одного самого главного нейрона. Все нейроны равны. И это, как некоторое правило, когда каждый является дополнением другого. Но этот является вот этим дополнением здесь. Мы друг друга дополняем. И в этой игре самое главное – увидеть в человеке его сильную сторону и мечту, куда он идёт. Увидеть и помочь ему, и попытаться вместе с ним приблизиться к общей мечте. Вот этот формат, когда мы вкладываемся один в другого, это и как раз тот формат, на котором собирается наш мозг. Представляете, миллиарды и миллиардов связей, которые собираются, и именно они позволяют нам видеть и делать то, что вообще, в принципе, достигает человечества. И ни одна жёсткая какая-то организация с каким бы ни было мощным лидером никогда себе не сможет этого позволить, понимаете. И поэтому для того, чтобы такая игра могла быть, мы создаём полностью всю систему поддержки, называемую социальной инженерии. Это мы учим людей выстраивать отношения. Потому что, представляете, если у вас, по-примеру, там, 7 тысяч каких-то знакомых, да, в контакте, и с каждым у вас есть какие-то отношения, нужно очень быстро и качественно уметь эти отношения распознавать и выстраивать. Обучение коммуникации. Да, да, именно отношения как коммуникация. Но мы даём такой формат, как разные уровни. Первое – это отношения с самим собой, когда мы сами себя внутри изучаем, и это очень сложно выстроить отношения с самим собой. Это целый курс. Потом отношения в семье – это когда уже идут разнополые отношения. И работа. Это уже когда мы работаем на каком-то предприятии. Вот нам без разницы, как учить выстраивать эти отношения. Мы работаем с телесным интеллектом, и мы работаем с эмоциональным интеллектом. Я попрошу Сашу помочь, чтобы сейчас продемонстрировать какое-нибудь упражнение. И именно вот этот формат игры нам интересно как раз транслировать на площадке… Сибстрина, заказчик ушёл. Саш, смотри, на агрессию какие мы можем показать сейчас в упражнении? Ну, тут либо Андрюх с тобой, либо… Да, добровольца. Ну, давай с тобой. Значит, можно как сделать? Если есть… В этом зале есть нож где-нибудь? Или нет? Ручка. Ну, тебе нет, ручка не то. А кипяток? Да, кипяток тоже можно, но если с ножом можно аккуратно, но нож там своя специфика в нём. Кипяток на самом деле тоже используются, но как только мы не будем, поскольку… Безопасно. Безопасно применить нельзя. Ну, ладно. Ладно, как бы нет, так нет. Значит, на самом деле можно использовать. Тут как бы речь идёт, поскольку я инструктор про каташином боя, то в рамках воинского искусства используется как оружие на любое средство. И когда Андрей говорит о том, что такое нанотехнологии, он сказал о том, что мы изучаем, собственно говоря, сами себя. Наша система, которая имеет многовековый опыт, она как раз-таки на протяжении многих лет изучала, многих веков, изучала свойства тела, свойства работы психики, тела. То есть мы изучали сами себя. И вот у нас ребята, которые у меня занимаются, они работают в разных сферах. То есть кто-то спортсмен где-то, кто-то футболом занимается, кто-то хоккеем, кто-то монтажник и так далее. И всем им пригождаются те навыки, которые они приобретают. Они, скажем, намного более эффективнее и качественнее выполняют свою работу. Да, это вот уже немножко… Я не знаю, что он мне сейчас со мной делает. Поэтому вот как бы, ну, о свойствах тела. Почему именно наша система? Значит, теперь об оружии. То есть, вот, например, агрессия. Даже… Давай ты, Андрюх, знаешь, если бывает… Дерешим уже. Я уже резала, да. Давай, наверное, так. Я как бы скажу немножко, что-то могу об ответственности хотел. Давай тогда знаешь об агрессии таким образом. Тут заломка какая-нибудь. А, это. Еще один. Это, 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 это. Я у нас панкрадионом занимается. Да, смотри, а только вы не бьетесь, просто… Руки не ломают, а не ломают. Как бы заломный умеет, да, Илья? Вот. Заломный разбирал, да, как они выполняются, все такое. Ну, значит, давайте, ладно, не будем сейчас на… Давай я покажу первую, да, а потом, да, то есть, ну, у меня нет задачи ему сломать руку или еще что-то. Это упражнение, которое нужно делать правильно, да. Но, а когда ты посмотришь, ты увидишь, а когда ты сам это почувствуешь, у тебя будут две картинки, и ты потом скажешь, какая чётче, да, то есть, ту, которую ты сам прожил, или как со стороны посмотрел. Добро? Всё, то есть, я тебя что-то ломаю, да? Ну, давай, давай. Вот, если вы говорите в антипагрессии, то она проявляется, ну, скажем, серьезно, вот, например, с болевыми ощущениями, и тогда человеку можно подчинить себе. Вот, и можно там, ну, так же, сейчас давай, как бы, Илья с Ильей, то есть, когда идёт начать, продемонстрируешь сначала, то есть, скажем, если залом идёт, то необходимо как бы человеку сделать неприятно, и, ну, это, как бы, такой, ну, фигуральный смысл агрессии, и он применяется по-разному. Вот, когда идёт агрессия, можно делать какое-то дело, любой, сейчас, ну, например, такой, то есть, можно сопротивляться с этим, как-то бороться, либо отдаться, ну, заломай, ну, что-то, наверное, больно будет.